4 октября, начиная с 11 часов утра, родительские чаты разрывались от сообщений о том, что в Читинских школах началась массовая эвакуация детей. Как выяснилось позже, причиной стало якобы минирование образовательных учреждений. Буквально за пару часов с момента появления этой информации количество охваченных паникой школ перевалило за 50. Родителям приходилось бросать работу, дела и мчать в школу для того, чтобы вести своих детей подальше. И учителя, и директор школы. Причем по лицам было видно, что никто не ожидал и никто не был предупрежден, что это какие-либо учения, потому что лица были, конечно, напуганные, у взрослых людей особенно. Детей всех на улицу вывели как бы полураздетыми. Уже на улице не май месяц и не лето, поэтому дети полураздетые, конечно, чреваты заболеваниями. В сети интернет тут же стали появляться фото и видео с мест происшествий. 52 школы приостановили занятия, детей распустили по домам. Информацию о том, что происходит, учение, злая шутка или реальная угроза жизни детей, предоставить на тот момент никто не смог. Как на следующий день пояснили в Краевом, у МВД реальной угрозы минирования не выявлено. Актуальная версия на 6 октября – это заведомо ложная информация, поступившая во все школы путем получения письма минирования по электронной почте. Поступили сообщения о возможном нахождении опасных предметов в учреждениях образования города Читы, а также Петровзабайкальского и Красночукойского районов. Сотрудниками полиции, совместно с сотрудниками других заинтересованных ведомств проведено обследование 69 объектов образования. Опасных предметов не обнаружено. В настоящее время проводятся оперативно-рыскные мероприятия, направленные на установление подозреваемых. Все силовики в итоге отчитались о проделанной работе по проверке обеспечению безопасности Читинских школ. В Краевом министерстве образования заявили, что на момент поступления сообщения о минировании никто не имел объективной информации о том, правда это или ложь. В связи с этим было принято решение действовать в соответствии с существующими порядками. После проведения эвакуации детей замминистра Наталья Шибанова оценила действия администрации школ ни больше ни меньше. Она отлично. Детей вывели и расположили в границах территории школы. Дети вышли раздетые. Но здесь хочу сказать, то есть существуют определенные инструкции. Дети эвакуируются в том, в той одежде, в которой они находятся. То есть никакое посещение гардероба в этот момент не предполагается. То есть задача педагога организованно вывести детей из помещения, которое подвержено взрыву или минированию и расположить их на безопасной территории. Большинство, однако, не согласны с такой инструкцией, когда детей выводят на мороз в легкой одежде, не предоставляя при этом даже теплого автобуса. Многие намерены потребовать от Минобразования продемонстрировать вышеупомянутые инструкции родителям несовершеннолетних. На фоне страшных происшествий в стране, когда психопаты с оружием врываются в учреждения, устраивают стрельбу, а информация о минировании образовательных учреждений распространяется по всей России, несложно догадаться, с каким настроением родители отпускают своих детей на занятия. К слову, после трагедии в Ижевской школе губернат Росипов дает указание усилить безопасность в школах, а через две недели происходит массовая эвакуация детей. Многие родители сопоставляют это с учениями, но официальной информации ни у кого пока нет. Сам же губернатор никак не комментирует данную ситуацию. Стоит добавить, что после массовой эвакуации читинских школьников в Министерстве образования заявили, что с учителями уже якобы провели инструктаж и в ближайшие дни в школьных и дошкольных образовательных учреждениях будет проходить еще и тренировочная эвакуация. На следующий день после массовой эвакуации, по информации Комитета образования Читы, занятия начались во всех школах, по заявлению ведомства после тревожных сообщений предварительно все было обследовано, а вопросы открытия школ согласованы с правоохранительными органами. Образовательный процесс осуществляется, мол, в штатном режиме. Только вот родители школьников и на следующий день не смогли отправить своих детей на занятия. По информации из тех же родительских чатов, обследованы были далеко не все школы. Министерство образования отчиталось по факту того, что все проведено, все мероприятия проведены, все здания обследованы, все в порядке, ничего не обнаружено, все, можем продолжать дальше учиться. Ну вот, некоторые школы сегодня не учатся только по причине того, что еще никто не обследовал даже здание, хотя официальные отчеты поступают, что все обследовано. Больше никакой информации не было. Утром, опять же, в группу родителей приходит информация, что в связи с тем, что обследование здания еще не проводилось, учебный день сегодня отменяется. По мнению некоторых родителей, информация от министерства и комитета образования была недостоверной. Подтверждают это сообщения и комментарии в различных читинских новостных и родительских чатах. Правительственные СМИ накануне тщательно подчищали ненужные комментарии, но самое главное, никто так и не услышал от местных властей, что делается для обеспечения безопасности их детей в реальности. Ведь, как вы помните, ЗАПТ-ТВ не раз выезжал в рейды по школам, и абсолютно везде мы проходили внутрь без каких-либо препятствий.